Открытый Кубок Татарстана по Сетокан – престижный республиканский турнир, который притворяет Кубок России. Престиж соревнований повышается с каждым годом. С количеством участников растет и конкуренция, но все же нашим спортсменам удается удерживать высокую планку. Все спортсмены, так же как и тренеры, хотят, чтобы ребенок выиграл. Все хотят стать чемпионами, но по правилам соревнований выигрывают только сильнейшие. Сначала стартовали поединки самых юных участников соревнований. В рамках Кубка прошел детский турнир «Кто сильнее» для детей 6-7 лет. Возраст юный обили спортсмен по взрослому, за что и получили заслуженные награды. Всегда мы участвовали в категориях 6 лет, 7 лет, то есть как бы на категории были на 2-3 года всегда старше. Мы занимали всегда только первые и вторые места. И в прошлом году Маша у нас стала абсолютно чемпионкой республики Татарстан. В этом году мы маленько приболели и заняли третье место, но все еще в полиции. Нижнекамцы традиционно сильны в контактном бою. В Кота лидерство за собой прочно держали удмуртские спортсмены. Но и здесь без медалей наши бойцы не остались. Артур Метелев, Георгий Паньков и Ангелина Мишалкина в своих возрастных категориях удостоились бронзовых наград. Кумите. Вот тут нижнекамцы чувствовали себя как в своей тарелке. Уверенно по турнирной сетке шли бойцы во всех возрастных категориях. До всех заработали 22 медали в личном командном Кумите и 5 наград золотого достоинства. Одну из медалей в очень непростом поединке завоевал Александр Меркурьев. Кубок завершен. Медали нашли своих обладателей. Теперь тренерам предстоит непростая задача. Выбрать лучших из лучших. Кто будет представлять Нижнекамск на Кубке России? Данные соревнования являются этапом отбора на Кубок России. То есть призеры и победители этих соревнований будут проходить отбор на данные соревнования и будут уже смотреть как кандидаты для поездки на Кубок России, который пройдет в городе Щелково. Кирилл Давкаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.